Привет, город! В студии с вами я, Наталья Хорошилова и команда Сигмы. Мы готовы познакомить вас с новостями вторника. У новоренгойской молодежи появилась яма с поролоновыми кубиками для прыжков с велосипедом. Впрочем, смотрите сами. Мы начинаем выпуск. На Ямале впервые начали проводить диспансеризацию круглосуточно. Подробнее в новостях короткой строкой. В Янау впервые начали проводить диспансеризацию круглосуточно. Новшество запустили пока в Таркасалинской районной больнице. С января пуровчане могут пройти профосмотры в любое комфортное для себя время. Сделали это для удобства работающего населения. Быть в чем-то первопроходцами медикам из Таркасалине впервой. Отметим, в 2021 году именно в этой больнице впервые в округе начали проводить круглосуточную вакцинацию. На Ямале завершается проект «Елка заботы». Осталось исполнить 25 желаний юных северян. Подарки им вручат, когда дети завершат курсы реабилитации в других городах России и вернутся домой. На данный момент «Елка заботы» подарила новогодние чудеса 520 особенным детям, а также детям из семей военнослужащих. Часть участников акции дожидаются подарков, которые изготавливают по индивидуальным заказам. Для ребят делают адаптированные к их диагнозам велосипеды с возможностью фиксации ребенка на сиденье. В личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы появилась возможность получить сведения о своих банковских счетах в электронном виде. Документ, подписанный электронной подписью, равнозначен бумажному. Ранее пользователям нужно было лично обращаться в налоговую или же направлять запрос. Ямальская биатлонистка Лариса Куклина выиграла суперспринт на 5 километров на чемпионате России в Рыбинске и Ярославской области. Лыжница преодолела дистанцию за 27 минут 42,8 секунды, допустив на огневом рубеже 4 промаха. Еще одна ямальская биатлонистка Кристина Токарева заняла 6 место. Куклина занимается Лабыгтанской спортшколе Олимпийского резерва имени Охатовой под руководством тренера Михаила Куклина. Больше 6 тысяч кубов снега вывезли дорожники со дворов улиц Нового Уренгоя за сутки. В самосвалах это 305 штук. Чтобы не допускать массового снежного затора, подрядчик вывел на уборку около 70 единиц спецтехники и больше сотни рабочих. После метели все силы бросили на расчистку тротуаров, центральных улиц и подъездов к социальным объектам. Напомним, в прошлом году выдалась снежная зима и нерасторопная работа коммунальщиков вызвала немало нареканий со стороны новоуренгойцев. Нынешняя зима обилием осадков пока не отличается. Любишь кататься – люби и катайся. В Новом Уренгое теперь такие поговорки. Ведь в городе открывается долгожданный скейт-парк. В новом скейт-парке завершаются работы. 25 числа здесь будет официальное открытие. Из объектов есть поролоновая яма, например, для безопасной отработки трюков на велосипеде или скейте. У меня нет ни того, ни другого, но упустить такую возможность я просто не могу. Помимо ямы здесь есть большая разгонка, фан-бокс, плаза, квотер, грин-боксы. Для тех, кто катается на велосипедах, скейтах и самокатах, все это не просто непонятные слова. Для несведущих объясняем – это специальные конструкции для катания. Оборудовать скейт-парк приехали специалисты из Екатеринбурга. Мы, получается, в Екатеринбурге это все сделали секторами, а сюда привезли, как конструктор собрали. Парк разделен на две зоны. Это стрит-зона для уличного катания. Ну вот кто катается, им для тренировок это самое то. И зона для тренировок уже на фан-боксах. Эйр называется. Эйр-зона. Помимо статичных элементов, на площадке есть мобильные конструкции. Скаты можно заменять ступеньками, устанавливать различные перила. И даже поролоновая яма может превращаться с помощью специальных настилов в сцену, например, для брейк-данса. Качество исполнения всех работ контролирует администрация и прямые пользователи этой локации. Ну, несколько элементов еще осталось собрать. Ну, и сами же ребята есть те, кто члены сборной России, тренируются. И поэтому они сами же проверяют все элементы. Площадь поверхности достаточно большая. И важно все проверить, чтобы перед тем, как и работы будут приняты и оплачены, и перед тем, как, собственно говоря, начинать катать здесь полноценно уже ребятам, чтобы все было отлично. В целом, в площадке есть пару вопросов. Мы уже хотя бы хоть что-то, и это радует. Скитеры очень ждут, потому что нам после снега кататься. Некоторые вопросы, конечно, еще будут прорабатываться. Все можно двигать, убирать как раз таки. И мы попросили заранее подготовить нам парочку разных высотой граней. Там парочку, допустим, вместо склона будут ступеньки, через которые мы будем прыгать. Опять же, и всем это будет подходить. Напомню, что новоуренгойские скейтеры несколько лет мечтали о крытой площадке. Ямальская погода не позволяет тренироваться на улице. Для этого у ребят фактически оставалось только короткое северное лето. Эту проблему озвучили Дмитрию Артюхову, когда он посещал газовую столицу во время ежегодного честного маршрута. И вот спустя пять месяцев у скейтеров, а также бэмиксеров и самокатчиков появилась новая теплая локация. Впрочем, это отличный подарок для всей городской молодежи. Юлия Димитрадзе, Евгений Шевченко, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. В полиции нового Уренгоя подвели итоги работы за 2022 год. А также обсудили планы и задачи на предстоящий 2023. Наша съемочная группа присутствовала на этом заседании. За прошлый год в ОМВД поступило около 24 тысяч обращений. Показатель практически равен прошлогоднему. Зарегистрировано более 1400 преступлений, почти 40% из них тяжкие и особо тяжкие. Уровень преступности в 2022 году в расчете на 100 тысяч населения снизился на 4,1% и составил на 1209 преступлений против 1 260 НУ в 2021 году. В целом, деятельность отдела МВД России по городу Оренгуру оценивается в соответствии с ведомственной статистической оценкой удовлетворительной. Среди 13 территориальных органов у МВД России по Ямал-Нинецкому округу занимает третье место. В 2022 году мы закончили год на шестом. Раскрываемость преступлений улучшилась на 10%, а вот количество правонарушений, связанных с наркотиками, выросло на 75%. Основную массу составляют имущественные преступления. Это 41% или 600 деяний. Связанные с незаконным оборотом наркотических средств – 19,4% или 278 деяний. Преступления прочей личности – 11%, 158 преступлений. И преступления экономической направленности – 4,3% или 62 преступления. Снизилось количество преступлений против половой неприкосновенности, краж чужого имущества, грабежей, мошенничеств, фактов неправомерного завладения транспортным средством. За 2022 год полиция не зафиксировала ни одного случая причинения тяжкого вреда здоровью на бытовой почве. Не было в городе и разбойных нападений с проникновением, мошенничеств с кражей банковских карт и документов. Снизилось относительно прошлых лет и количество мошенничеств в интернете. Тем не менее, каждое четвертое преступление совершается с использованием IT-технологий. Напоминаем, что предотвратить такие онлайн-происшествия может элементарная осторожность самих новоуренгойцев. Юрий Димитрадзе, Андрей Тихонов, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Сейчас короткий перерыв на рекламу. Мы скоро продолжим. Ямал возглавил региональный рейтинг социальной экономической устойчивости. Его составил Фонд развития гражданского общества России. Аналитики опирались на три критерия. Отношение регионального продукта к численности населения, среднюю зарплату и ее покупательскую способность. ЕНАУ безоговорочно лидирует в сумме трех параметров, занимая вторые места по первым двум показателям и лидируя по количеству прожиточных минимумов, которые включает в себя средняя зарплата в регионе. Второе место занимает Ненецкий автономный округ. Тройку замыкает Чукотка. Платят здесь больше, но из-за цен купить на эти деньги население может меньше. Замыкает пятерку Москва. На последней строчке ТОП-10 – Санкт-Петербург. Посильная помощь от каждого. Новоаренгойские мастерицы освоили азы кройки и шитья, чтобы поддержать мобилизованных ямальцев. Познакомилась с девушками Вера Потлова. Воодушевившись, пример мастериц из Белгорода, которые шьют одежду для участников специальной военной операции, в Новом Уренгое рукодельницы создали мастерскую добра. Началось все с покупки двух рулонов ткани за собственные деньги и пошивы снудов. Сейчас группа в Телеграм «Шьем и вяжем для наших бойцов» включает почти четыре сотни человек. Большая часть волонтеров трудится на дому, а готовые изделия приносят в мастерскую, помещение для которой предоставила администрация города. Я огромную благодарность хотела бы выразить главе нашего города Андрею Валерьевичу и депутату Законодательного собрания Малнинского автономного округа Арно Олегу Борисовичу за безвозмездно предоставленное помещение. Откликнулись сразу и буквально после написания письма, наверное, через неделю мы уже заезжали в свою новую мастерскую. Мастерица шьет и вяжет простые, но такие нужные вещи. На сегодня мы активно шьем это снуды. Ну, такая, казалось бы, простая вещь, но использовать ее можно в разных восьми вариациях. Разработала девушка из Энгельса, город Энгельс. Я воспользовалась ее выкройкой. Последнее наше, что мы сейчас запустили, это вот такие вот толстовки. Они тоже из флиса, на молнии. Эти носки, они бойцы используют, то есть обратная связь была от бойцов, они их используют для отдыха. Они их так называют носки для отдыха, потому что в берцах ходить, в таких носках сложно, и когда снимают берц, они у них отдыхают. Все идет в работу, ничего не пропадает. Из мелких кусочков ткани, которые остаются после раскроя одежды, шьют пледы. Также в мастерской организовывают сборы лекарственных средств, бинтов, йода, перекиси. Воспитанники детских садов, например, принесли для солдат сладкие посылки. Еще здесь вышивают шевроны, чтобы поднять боевой дух бойцов. Когда началось движение волонтерское, начали мы собирать деньги, сшить, вязать. Я, конечно же, была активным участником этого. Мне по зову сердца хотелось помочь нашим защитникам. Ограничений по срокам и объему пошивы никто не ставит. Помощь каждая оказывает посильную. Это же помощь от чистого сердца, и она не должна быть в ущерб себе ни в коем случае. Поэтому и понятно, что и семьи, и дети шьем по мере возможности. Недавно собирали батальон у барс, и нужно было собрать как можно больше. Я написала в группу, у кого сколько готово. Ну, кто-то, допустим, взял 10 толстовок пошить, а на сегодня у него только 3. Вот 3 принесли. То есть работаем не в ущерб себе и семье, и помогаем столько, сколько можем. В мастерской будут рады помощникам. Работа найдется всем. Не умеете шить, вязать, можно кроить или упаковывать изделия. Связаться с организатором можно в телеграм-канале «Шьем и вяжем» для наших бойцов. Вера Потлова, Евгений Шевченко, телерадио компании «Сигма» для НУР-24. 2023 объявлен в России годом педагога и наставника, а на Ямале – годом знаний. Газовая столица ежегодно показывает высокие результаты в развитии образовательной системы, а также образовательной инфраструктуры. Именно в Новом Уренгое в 2023 году должна появиться самая большая на Ямале школа – арктический лицей в микрорайоне «Славянский». Высокий уровень демонстрируют и новорингойские педагоги, а также их ученики. В год знаний газовая столица врывается с большими планами и проектами. Новорингойская система образования очень подготовилась основательно к старту в этом году. И мы мощно начинаем этот год. В течение ближайших 10 дней будет больше 20 мероприятий и событий. В планах на этот год интеллектуальные игры, профессиональные командные соревнования, открытие новых пространств. Мероприятия охватят всех юных уренгойцев, начиная от дошкольников и заканчивая молодежью. Год знаний, который объявлен губернатором автономного округа, он стартует уже сегодня. И мы подготовили достаточно интересную и насыщенную программу для того, чтобы состоялось интеллектуальное погружение детворы. Три педагога из Нового Уренгоя участвуют в окружном конкурсе педагогического мастерства. Первые испытания прошли накануне в Ноябрьске. Номинации две. Учитель года Ямала и воспитатель года Ямала. Новый уренгой представляют Юлия Гугина, педагог-психолог детского сада «Семицветик», Марина Лешукова, воспитатель садика «Теремок» и Владимир Савельев, учитель русского языка из школы «Земля родная». Все конкурсанты, победители или призеры муниципальных этапов, а также профессиональных конкурсов. Конкурс «Учитель года Ямала» проводится с 1994 года. В прошлом году преподаватель английского языка из Ноябрьска Зельфира Батырова вошла в пятерку призеров всероссийского конкурса «Учитель года России-2022». Отмечу, на Ямале в отношении педагогов действуют 12 мер поддержки и стимулирования. Например, молодым учителям до 30 лет выплачивают при трудоустройстве 100 тысяч рублей, а наставники талантливых детей-олимпиадников получают прибавку к зарплате. Акция «Дай пять» возвращается. Мальчишки и девчонки, доставайте дневники. Группа компании «Сигма» подготовила для школьников нового Уренгоя новенький iPad. Правила участия простые. Нужно быть абонентом «Сигма КТВ» и иметь табель успеваемости со средним баллом 4,5 и выше за вторую четверть или первое полугодие. Заявки принимаются в абонентском отделе до 27 января. Подробности можно уточнить по телефону 92-55-66. Далее наш информационный блог продолжит программа «Патруль». Илья Ветров познакомит вас с самыми резонансными происшествиями города и округа. Я же прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Берегите себя. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова